Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Так как накопилось очень много вопросов и некоторые сейчас актуальны по посевам, я сейчас быстро отвечу на те вопросы, которые сейчас именно требуют ответ. А остальные, которые летние, оставим. Пишет вот про томаты в теплице, что земелька чистенькая, такая вы не мульчируете. Да, я не мульчирую, я в прошлом году говорила, что нет. Так, про все семена, можно ли купить, какая цена. Уже продажи семян, все, я заказы не принимаю, не надо задавать уже такие вопросы, вы уже понимаете, что наступил посев. Так, чем подкармливать рассаду до высадки в грунт? Я это тоже позже расскажу, сейчас она еще очень маленькая. Чем обработать теплицы и землю от бурой пятнистости? Ну, я в прошлом году снимала несколько видео обработка земли в теплице. Я там говорила, что есть более мягкие варианты, есть более жесткие. Тут и фитоспорин, и марганцовка, и медный купорос. Вы выбираете тот, который соответствует степени опасности, вот зараженности вашего грунта. Буду чуть позже весной об этом говорить, потому что это видео очень подробное, там же нужны и дозировки, и когда какой препарат применять, но средств очень много. Сейчас есть новые средства, новейшие, которые немножко дороже, чем наши обычные, там, марганцовка и медный купорос, но их тоже люди покупают, применяют. Юлия Сазонова спрашивает, сорт метелица можно в теплицу сажать? Вот те сорта холодостойкие, которые прекрасно плодоносят в открытом грунте, я стараюсь не высаживать в теплицу, потому что в теплице место, конечно, мы готовим, больше отдаем место вот таким вот неженкам нашим, которые крупноплодные, но у меня единственное, что демидов, уличный сорт, он растет в теплице, потому что он быстро, он тоже детерминатный, быстро образовывает плоды, но метелицу не пробовала, мне жалко почему-то в теплице место занимать для них. Вот про бордюрный томат пишут, что выращивал лучше черри 2 куста, чем 10 кустов карликов, но это кому что нравится. Так, потом, есть ли томаты из семена монгольского карлика? Сейчас уже поздно про семена говорить, все. Галина Митрякова пишет, ужасная петуния земля, какие семена вы сеете, если будете выбрасывать, профессиональные, дорогие, я борюсь за каждое семечко, у меня семена все свои у петунии, я редко когда сею вот такие профессиональные семена, гранулированные, если петуния махровая, то лучше ее сохранить черенкованием, смысла нет покупать дорогие семена ежегодно, а вообще вот эти вот в данном случае, земля ужасная, потому что мягкий у меня контейнер, я его туда-сюда ношу, она у меня треснула, ну, полупала земля. Обыкновенная земля нормальная, без всяких магазинных добавок, если она вам кажется ужасной, мне она не кажется ужасной, любая земля, она прекрасная. Так, есть в продаже томатик полосатый шоколад, еще раз говорю про семена уже, все, даже не спрашивайте, уже поздно. А в чем смысл пикировать из одного ящика в другой? Надо же по стаканам, когда они будут расти, им же места будет мало. Но я опять все сначала не буду объяснять, в чем смысл, я уже только что рассказала, как я выращиваю ранний урожай, что несколько пикировок и перевалку, все это делаем, это все сначала, как это, начиная с начала, я не буду это, все это уже рассказано, и рассказ очень длинный, и у каждого действия есть свой смысл. Так просто ни один человек не будет несколько раз пикировать в лоток, потом в стакан, потом в более большой объем. Для чего-то это все-таки мы делаем. Так, Марина Евсюкова спрашивает, подскажите, пожалуйста, на какое примерно время баклажаны и перцы тормозят в росте после прищипки? Ну вообще везде пишется неделя. Если их не трогать, то будет всего на неделю опережение 5-7 дней. Это не очень много, если вы сеете чуть пораньше, из-за этого и сеют некоторые, делают посев пораньше, чтобы потом, с учетом этой недели, они все выровнялись. Так, вот какая-то, опять не русская, я на белозоржик. Не знаю, не могу прочитать даже фамилию. Все растения нуждаются в центральном корне, даже если урожай и будет без него, то он вам дорого обойдется, будете часто поливать. Так, вот придет жара, и вы будете выбрасывать свое урожай ведрами на мусор. А почему правильно вы удалили центральный корень? Я это вот, вообще таких категоричных высказываний не люблю, что вот это все только как я говорю, мое мнение единственное верное. Я сама никогда так не говорю, всегда говорю, можете так делать, можете так. Особенно вот это выражение, что вы будете выбрасывать свое урожай ведрами на мусор. Она, вероятно, не видела ни прошлогодних, ни позапрошлогодних моих видео, мой урожай. Никогда на мусор ни одной помидорки я никогда не выбрасывала. И всегда удаляю центральный корень. Сейчас я уже пишу, что, некоторым отвечаю, что сейчас очень много советов и очень много советчиков. И каждый прям настоятельно требует выращивать по их методу, по их способу. Но когда я училась 30 лет назад, удаление центрального стержневого корня, это была обязательная процедура, пикировка. Все так делали. И во всех справочниках указывался именно этот метод и способ. И он оправдывал себя всю жизнь. Всегда получали хороший урожай. И ничего на мусор мы не выбрасываем. Но если человек так думает, если он уверен в том, что это все выбрасывается у нас на мусор, пусть он останется при своем мнении. Даже спорить не буду. Когда сеять баклажаны? Я буду сеять 23 февраля потом. Сами черенки про питунью, черенкование питунья куда ставить? Под лампу или на окошко? Я ставила просто на окно, на солнечную сторону. Я раньше пикировала тоже в стадии появления недостаточного развития первого настоящего листа. Растения плохо переносили пикировку, потому что еще недостаточно развита корневая система. Сейчас пикирую чуть позже. Настоящий лист станет. Вот, короче, смотрите, тут сколько людей, столько мнений. Вот только что я прочитала, что наоборот она считает, что это недостаток, что недостаточно развитая корневая система. А ниже там есть комментарий одного мужчины, он наоборот говорит, что пока недостаточно развита корневая система, нужно пикировать на ранней стадии. Потом, когда она сильно будет развита, то все эти корешки при пикировке, большинство маленьких вот этих нежных корешков, оборвется. Я тоже думаю, что можно пикировать и на ранней стадии, можно и на поздней стадии. Я вот по своему опыту знаю, что томаты можно пикировать на любой стадии развития. Они переносят любую пикировку, и я никогда не видела, что после пикировки что-то с ними случалось. Хоть у них маленькая корневая система, хоть большая, они все равно посидят-посидят, немножко, конечно, поболеют и пойдут в рост. Надежда Клюева спрашивает, а чем опрыскивать? Я делаю или слабенький стад в марганцовке, или фетоспорин цвет слабого чая, но сохнет земля, просто беда. Ну да, смотря какие у кого условия. Если земля сохнет, то можно и чуть-чуть под корешок поливать почаще. Я уже говорю, что все это индивидуально. Мы должны вот первый месяц смотреть прям за рассадой, как за детьми. Если сохнет, чуть смачивать, тоже не увлекаться. Соблюдать меру, все должно быть в меру, но и, конечно, не засушивать уж до конца. Так, не знаю. Ну тут пишет Елена, что купила медовые пальчики, он типа гибрид, собрала семена, посадила, сажу уже два года, все сохранилось. Комментарий, что гибрид сохраняет свои свойства. И вот Надежда Клюева опять пишет, у нас дома проблема, очень сухой воздух, верхний слой рассада сохнет, брусгой каждый день, перцы ваши взошли, особенно первенцы Сибири. Но вот сухой воздух, это проблема для рассады. Ну, так, это Лара пишет, которая написала, что это не сибирский скороспелый, а сибирский изобильный. Ну, мы уже поняли, я прочитала комментарии, поняла, что вы немножко перепутали название, сибирский скороспелый не может быть метр семьдесят. Оля, мы все знаем, что у томатов первая цветочная кисть появляется после восьмого-девятого листа. А как же быть с заглублением или посадкой лёжа? Вы листья обрываете, стараясь смотреть все ваши видео, наверное, где-то что-то пропустила. Вы пропустили и не раз. Я в прошлом году всё это показывала, а нынче все видео повторяла и говорила, что перед высадкой ни в коем случае нельзя вместе с листьями их закапывать. Ну, там начнётся вот это гниение. Лист обязательно обрезаем, тот, который попадает под землю, и тот, который попадает, будет соприкасаться с землёй. Да, убираю несколько нижних листьев. Это практика, как сказать, распространённая. Многие так делают. Оголяем ствол нижний и заглубляем. Так, ну вот про вёдра, что садят в вёдра. Вот Ирина спрашивает, где-то на просторах интернета вычитала о том, что бурная кислота якобы стерилизует растения, семена получат, и следствие становятся бесплодными. Вот спрашивает моё мнение, но я не замечала, чтобы семена были бесплодными. Я, правда, обрабатываю всего один раз. Один раз за сезон, и вообще везде пишется, что нельзя, как... Ну, ничем, никакими препаратами нельзя злоупотреблять. Если, может быть, конечно, весь сезон опрыскивать томаты бурной кислотой, может быть, они становятся бесплодными, но я такую не практикую частые опрыскивания. Один раз и всё. Галина Горбачёва пишет про пикировку опять томатов. Я тоже прищипываю корешки. Но я знаю, что больше... Большинство опытных огородников, которые уже со стажем, они все делают во время пикировки прищипку. По крайней мере, мои соседи, знакомые, делаем это всё. Так, какой урожайный розовый мёд или любимый праздник? Оба очень урожайных сорта. Сегодня узнала про перец ласточка. Подскажите, ещё можно его посеять? Да, конечно, февраль, пожалуйста. Вот последняя декада февраля, он тем более ранее спелый, у него срок не очень длительной вегетации. Можете вполне его посеять, он может вызреть. Есть существенный недостаток бактерий сенной палочки, это фетиспорина, погибает на ярком солнечном свету. Я в этом году уже снимала видео о том, как применять фетиспорин, где, и я уже рассказала, ну, как это предостережение, что солнечный свет убивает вот эту сенную палочку. Если мы думаем, что он работает, обработав вот это вот, сделав опрыскивание на солнечный свет, будем думать, что он помог нам, а он погибает. Так что нужно, да, вечером, обычно вечером, или в пасмурный день. Электропростынь, находка для рассады, да, да. Так, у меня тоже червячки около семечки томата, который не взошел. Это вот какие-то червячки съели, съели семечки томатные, что ли. Вот интересный вопрос Александра Олейникова, спрашивает. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы соблюдаете себе оборот в теплицах и как обрабатываете свои колышки? Про подвязочные веревочки, как вы говорили, что стираете, а вот колышки. Колышки я никак не обрабатываю. Во-первых, у нас такая погода, как я живу в сибирском регионе, ужасная. Вот нынче было 40 и 40 с лишним мороза, и мне кажется, вот из-за таких морозов, они у меня хранятся на улице, эти колышки, они дезинфекцию проходят как вымораживание. И еще, я всегда меняю, например, если один год я воткнула одним концом, ну там видно, где он грязный останется, на следующий год я втыкаю обязательно тем концом, который был наверху, а не в земле. Но это не из-за того, чтобы там не занести заразу, а это из практических соображений, чтобы не, если одним и тем же концом втыкать несколько лет, он будет загнивать там, ну как, в мокроте один раз в мокром стоит, второй год в мокром, я меняю. Один год один конец, другой год другой конец. И так еще предохраняю их от загнивания. А, про севооборот забыла. Севооборот не соблюдаю, мне соблюдать невозможно. В одной и той же теплице я выращиваю томаты на протяжении всех лет, сколько занимаюсь с огородом, сколько у меня теплица стоит. Единственное, что мы туда, конечно, добавляем, стараюсь каждый год в лунки добавлять немного новой земли, привожу землю и перегной. Покупаем весной. Я в прошлом году не купила, еще, ну, с того года использовала. Нынче весной буду покупать машину земли и машину перегноя. И на несколько лет мне хватает, потому что, я еще раз говорю, у нас грунт очень бедный, песчаный, и у нас без земли свежей, привозной, ничего не получается. Ну, вот еще про эти. На цветах завелись маленькие беленькие червячки. Поливала марганцем, брызгала дихлофосом. Я только вчера хотела ответить, что надо пакет одеть, и вот уже Лариса Лазовская ответила, что фитовермом опрыскать и одеть сверху пакет, оставить на сутки, чтобы там у них не было никаких шансов, чтобы они все погибли. И вот так делают очень часто, так делают даже, знаете, с рассадой, вот, например, в стаканчиках, если рассада перца завелась у вас там, ну, кто тля, или есть, тут бывает паутинный клещ, рано заводится, также делают опрыскивание в пакет и завязывают, чтобы не было доступа свежего воздуха, чтобы там концентрация вот этого вот препарата была высокая, и обычно это помогает, все хорошо. Еще, а, вот томаты падают, что с ними делать? Тома спросила. Я специально сегодня сняла видео на эту тему, как вот уберечь, но тут я уже спрашиваю у Тома, что нужно немного подробнее, падают, потому что вытянулись, или потому что черная ножка завелась, срубает какое-то заболевание, что в первом случае, если у вас просто вытянулись, они слабенькие, хиленькие, и начинают заваливаться, то надо пикировать с заглублением, а во втором случае тоже нужно пикировать, я в прошлом году снимала видео, но там уже сложнее, там нужно весь грунт освобождать, корни промывать, отбраковывать их все, жесточайшая выбраковка, то есть, если они там уже повреждены вот этим каким-то заболеванием, если корень коричневый, если черная ножка, выбрасывайте, без сожаления, оставить только хорошие, и в свежий грунт, и может быть, какую-то половину хотя бы спасете. Вот тут Татьяна Соколова отвечает, если сеянцы высокие, можно ли их, а, нет, она сама спрашивает, можно ли их при пикировке немного как бы лёжа положить, что до семидолик землей присыпать, но я не знаю, в рассаде вам лёжа удастся ли её положить, потому что обычно мы пикируем же или в стаканчики, или в лотки, их укладывать сложно. Но тут предлагают ей уже и скрутить, потому что, да, лёжа положить, можно немножко, да, вот так её немножко крутануть, но вообще, конечно, можно, можно хоть лёжа, хоть скрутить по спиральке до семидольки, вот она спрашивает, присыпать можно или нет. Томат можно заглублять до любого состояния, он даст дополнительные корни, и очень многие практикуют при высадке в грунт лёжа укладывают, даже метровую рассаду, вытянувшуюся до метра, ложат в траншейке и заглубляют. Можно заглублять до самой макушечки. Некоторые растения, томаты и баклажан падают, в чём причина? Ну тут, это вот тот же самый человек, который Тома спрашивала вверху, я уже отвечала только что на этот вопрос. по Галинике зима стержневой корешок убирать не надо, так как он именно сам находит воду, растёт вниз, если его убрать, то после посадки из боковых корешков растут из-под земли ещё ростки помидор, а поливать можно с водой. Не знаю, из-под земли никакие ростки помидор ни разу не видела. Вот спрашивает Надя Королёва, иногда бывает на томате и на перце 3 семидоли, вы их бракуете или оставляете? Впервые у меня такое чудо. Но у вас впервые такое чудо, а я даже не видела такого чуда ещё. Я думаю, я не знаю, вы дождитесь стащего листа. Бывает, я вот видела такие, что бывает, вырастает 2 семидоли, а больше ничего вообще не вырастает. Тогда, конечно, полнейшая выбраковка таких растений. А если 3 семидоли, но появился первый настоящий лист, второй настоящий лист, я думаю, это не так важно. Я вообще на семидоли сильно не обращаю внимания, они же со временем всё равно отсыхают и падают, ну как ненужные, они уже выполнили свою роль. Главное, чтобы появился нормально вовремя первый, второй лист, значит всё будет нормально. Но 3 семидоли это очень интересно. Так, бумага намокнет, это вот про стаканчики. Электроодеяло и грелки продаются в медтехнике, иногда в аптеках. Надо посмотреть, почему-то я даже про аптеки не подумала, что там продаются электрогрелки. Так, вот Наталья Иванова спрашивает, очень частое вот такое, как недоразумение начинающих огородников. Зачем садить рано и потом ещё тормозить рост рассады? Вот к чему это мы делаем? И пишет, что она, а не проще ли посадить позже и не тормозить? Ну, это вот самый простой вариант, конечно. Если мы посадим позже, её не надо тормозить, не надо с ней никаких лишних хлопот, она вовремя вырастет и всё. Но вся проблема-то в том, что она не успеет набрать нужный возраст, она ведь будет в молодом возрасте, а молодые растения, как мы знаем, они не дают нам раннего урожая, они не плодоносят, и мы ещё будем в теплице или в открытом грунте ждать, когда она дойдёт вот до своего, так сказать, совершеннолетия, чтобы она смогла родить плоды. Для чего мы рано высеваем и тормозим? Ну, только для того, чтобы получить ранний урожай. Я про это уже говорила, вот это выражение, молодые, маленькие старушки. Мы их тормозим для того, чтобы они не разрастались, были маленькими, а сеем рано для того, чтобы они были старые по возрасту, чтобы они уже были, ну, как полноценные, взрослые, чтобы рассада была небольшая, но взрослая по возрасту. Вот для этого мы и делаем, для того, чтобы получить ранний урожай. А посадить позже, это проще всего. Посадил позже и жди до сентября, когда поспеет. Ну, как и многие у нас в сибирском регионе, в августе, в сентябре только первую помидорку едят. А мы хотим по-другому. Так, вот пишет Ирина, что по поводу вашего рассказа, как можно лишиться полноценных семян при проверке замачивания. Вот она подтвердила, что она также разделила в воду, что остались плавать, какие утонули, но она тоже их не выбросила. И вот эти семена, которые плавали вверху, они наклюнулись дружнее, чем те, которые утонули. То есть пишет так, что полностью подтверждаю ваши слова. Это к тому, что действуйте осторожно вот этой калибровкой с помощью разделения в соляном растворе. Вот говорят, что те, которые всплывут, они некачественные, их надо выбрасывать. Не надо их выбрасывать, там иногда даже больше хороших семян, чем внизу. Так, это про ведра и вот про лампы. Наверное, сейчас про лампы последнее расскажу. Так и не поняла, на ночь включать лампу или на день. Ну, конечно, на день. Растения же, они живут по тому же циклу, как и мы. Они любят ночью спать, а днем бодрствовать. Вот ей уже тут пишут, что с 8 утра до 8 вечера и вечером лампу выключаем. Ночью все спим и мы и растения. Все, желаю вам всем, чтобы у нас не осталось ни одного вопроса, чтобы мы знали все, как делать, чтобы мы не очень прислушивались к чужим советам, а старались испытать все на себе и посмотреть, что нравится именно нам, а не каким-то посторонним людям. Вот если мне вот посторонний человек говорит, надо только срочно, ну как, не отщипывать этот стержневой корень, ни в коем случае. Я никогда его не буду слушать, потому что я уже и так, и так попробовала. Мне нравится вот этот метод, и он мой любимый, но я опять же не могу вам сказать, что делайте только так, попробуйте все, и вы тогда, у вас не останется вопросов, не останется никаких сомнений, будут у вас проверенные, стопроцентные способы, методы выращивания, будем все получать, богатые урожаи. Все, до свидания, до следующего, ну как, до следующей встречи вот на вопросах и ответах. Субтитры создавал DimaTorzok